Так, дата получения 21 июля 1256. Дата отправки 28. Ну это мы видели, сообщение разделилось на три части. В первой части было кто-то зарез, во второй Ал Макисеку, в третий Рису Янез. Почему я послал такое короткое сообщение тремя частями? К тому же похоже, что третья часть обрезалась. Я не помню, что бы слал такие короткие сообщения, но содержимое я узнал. Это сообщение, и я послал три часа назад. Но я послал одно сообщение, а не три. И там было намного больше слов. Неужели Дару действительно получил его неделю назад, 21? Очень интересно. Стоп. Что здесь делает? Курицу смотрела на экран телефона с серьезным выражением лица. Точно. Сообщение не имеет значения. Ладно, может и имеет, но не сейчас. Сейчас мне больше интересен ответ на вопрос, почему она жива. Это иллюзия? Нет. Призрак? Неужели меня прухлили? Как сумасшедший ученый, я отказываюсь верить в такие ненаучные вещи. Я неуверенно протягиваю руку к лицу Курицу. И касаюсь головы. Я чувствую ее шелковые волосы. О... Она здесь. И я могу дотронуться до нее. О... А я еще подумал, что она призрак. Как это глупо. Так, она в шоке. Она в шоке с моего поведения. О... О... О, Карин. Разве это не опасно? Я продолжаю тукать в ее щеку своим пальцем. Очень приятная на ощупь кожа. Совсем не похожа на мертвец. Стоп. Я же не трогал мертвецов. Эй! Я так же почувствовал ее плечо, когда мы столкнулись. Я в полной растерянности. Тогда что же я видел в радио Кайкан? Я прям представляю. Тогда что же я видел в радио Кайкан? Я точно слышал, как кто-то кричал. Те события были такой же иллюзией, как и массовое исчезновение людей? Точно, раны! Если бы это было реальностью, то у Макис и Курису были бы раны. Я должен докопаться до правды. О, понятно. Я хватаю край ее одежды и пытаюсь заглянуть под него. Так, я... Хочешь, чтобы я вызвала полицию? Так. Я лишь хочу узнать истину. Я продолжаю пытаться вывернуть ее пиджак. Что ты делаешь, извращенец? Ты идиот? Или хочешь сдохнуть? Понятно. Сейчас мы огребем. Она отталкивает мою руку. Господи. Даже не буду спрашивать, откуда Дару это знает. Так. Это же знаменитая фраза Луизы Тян. Я игнорирую крик Дару и, не дрогнув, продолжаю говорить. Я уверен, что я видел это! Так. Господи, боже мой. Стой. Ты видел мою нижнюю бель... Лицо Курицу краснеет и она пытается прикрыться. Идиотка! Я не об этом! Она в шоке. В шоке. В шоке из того, что происходит. Сегодня в полдень после конференции доктора на Кабачи Макису Курицу была убита и лежала в луже крови. Я объясняю ей это. Э? Доктор на Кабачи? О чем ты, Акарин? Акарин, конференция на Кабачи была отменена. Отменена? Ага. Из-за спутника. И вот опять. То, что я видел, и то, что говорят мне другие, сильно отличается. Это похоже на тот разговор с Майюри по поводу массового исчезновения. Это нехорошо. Может, я вовлек себя во что-то? Может, это заговор организации? Эй, ты! Моё имя Хуин Кёма. Так. Но его имя совсем не такое. Так. А она подыгрывает. Хуин Сан, не могли бы вы объяснить то, что вы сказали? Похоже, она поняла, что я не вру. То, что знаю я и другие люди, не совпадает. Поэтому вряд ли я могу хорошо объяснить. Мужчина средних лет показывается из конференц-зала во внутренней части здания. Так, ага. Макисы-сан, пора начинать. А? Ах, да. Курица бросает на меня взгляд, делает глубокий вдох и идёт в конференц-зал. В конференц-зал. Пошли уже, Акарин. Акарин. Господи, я никак не могу его правильно произносить. Пойти куда? Мы пришли сюда послушать лекцию гения. А, точно. Дару последовал за Курицу. Ну, собственно, она, собственно, и тот гений есть. Она пришла на лекцию. Как и мы. И я сделал неверные выводы. Девочка-гений пришла сюда не слушать лекцию. Спасибо, что пришли на мою лекцию. Так. Значит, она читает лекцию. 17-летний гений, написавший статью в журнале «Наука». Если Дару прав, то несколько дней назад ей исполнилось 18. И я узнал о ней благодаря статье из журнала, который мне показал Дару. Тогда он сказал мне. Она недавно приехала в Японию и будет гостем в АТФ. Теперь я вспомнил. Так, значит, он говорил об этом, да? Я первый раз читаю лекцию, так что заранее извините за ошибки. Компания слушателей, пришедших на лекцию, была разношерстной. Здесь было много студентов и профессоров из университета. Курицу взглянула на меня. Она точно положила на меня глаз. Я возвращаю ее взгляд, и она быстро отводит глаза. Хм. Мне плевать, гений она или кто-то там. Но она мне не нравится. Я думал об этом, когда мы разговаривали в радио Кайкан. Сейчас она просто притворяется дружелюбью. Даже если ее смерть была бы лишь иллюзией, я думаю, что много знаю о ней. Тема этой лекции – машина времени. Я не специалист в этой области, но все же. Хм. Машина времени, да? Если начать с вывода, то я скажу, что машина времени – полный абсурд. Ха-ха-ха-ха-ха. Протестую! Вскочил я. А? Курицу и все, кто находились здесь, были ошеломлены. Это нормальная реакция, я полагаю. Я не собираюсь молча слушать такие заявления. Слишком рано говорить о невозможности создания машины времени. А-а-а, Карин, ты перегибаешь палку. Дару, сидевший рядом со мной, был смущен моим поведением. Люди из персонала начали приближаться. Вероятно, они хотят выгнать меня с лекции. Возможно, я слишком увлекся. Ум. Ну что ж, дискуссия даже лучше лекции. Теперь меня не нужно выгонять. Лучше бы я не обратил внимания на то, что она сказала. Но перед этим, позвольте мне высказать свои мысли насчет этого. Так. Она высказывает мысли. На данный момент разные ученые выдвинули очень много теорий путешествий во времени. Но в основных теории 11. Ммм, эмм, еще раз, сколько теорий? Я помню теорию космических струн. 11 теорий. Так. Так. Теория нейтронной звезды. Теория черной дыры. Теория скорости света. Техионная теория. Теория кротовых нор. Теория экзотической материи. Теория космических струн. Теория квантовой гравитации. Теория о лазерном луче и атоме цезия. Теория элементарных частиц в кольцевом лазере. Теория античастиц Дирака. Надеюсь, правильно прочитал. Я, судя по всему, Бадлаган и не знаю. Какая ожидалась от гения. Ой, я пропустил. Что там было? Короче, Маки Сакурису на высоте. Будем считать. Там было написано. Но все эти теории не что иное, как гипотезы. Ой, что, у нас уже 5 часиков? Ладно, сегодня рекламы не будет, безусловно. Некоторые... Некоторые из них противоречат другим. А что, если появится 12-я теория? Хм... А, хорошо. Тогда... Тогда... Тогда она будет противоречить 13-й. Это типа какой-то... Это какой-то непонятный софистский диспут, что ли? Черт возьми. Она искажает мое предположение и использует мои слова против меня. Неплохо. Я чувствую, что на меня смотрят. Гордые профессора угрюмо смотрят на меня. Это плохо. Опять я увлекся. Я могу не получить дополнительные баллы, если буду продолжать дискуссию. Так что пока я помолчу. Так, здесь можно колесико вверх покрутить. Воу, удобно. Так, она... Ладно, здесь все нормально. Здесь ничего особо не пропустили. Так. На данный момент путешествие в будущее возможно благодаря теории относительности Эйнштейна. Например, если какой-нибудь человек сядет на самолет в аэропорте, Ханеда, и полетит в Окинау, то при прибытии он будет относительно меня в будущем на 100 миллионную долю секунды. Что это значит? Теория относительности утверждает, что время для объекта замедляется при приближении скорости объекта к скорости света. Вот другой пример. Если кто-то будет бежать со скоростью близкой к скорости света, он постареет только на половину того времени, на которое постареем мы. Если он будет бежать 24 часа, то для окружающих пройдет 48 часов, и это именно то, что мы называем прыгнуть в будущее на один день. Кё Ма Хо Ин Сан. Она даже потраливает меня. Называет меня по имени. Хотя я и решил не возникать, похоже, Макис и Куриусу хочут поспорить со мной. Я надеюсь, она больше не будет произносить это имя перед столькими людьми. Я не хочу, чтобы несведущие люди узнали о нем. Но это софизм, не так ли? Врывается профессор. Слава богу, хотя бы профессор понимает, что эти два долбана ведут к проспору. Ну ладно, один долбан, и одна, которая вступила в полемику с долбаном, что делает ее тоже долбаном. Какой-то профессор спокойно возразил. В действительности, тот пример путешествия во времени, который привела Макис и Куриусу, нельзя назвать путешествием во времени. Итак, профессор возразил. Возможно, он решил подискутировать. Или он просто хочет уязвить гения. Именно так. Она равнодушно принимает возражение. Учитывая, что она первый раз читает лекцию перед такой аудиторией, я просто поражен ее спокойствием. Я думаю, что после замечания профессора она должна была полностью растеряться. Однако всем своим видом она словно говорит, я... я могу с ним справиться. Так, возможно ли попасть в прошлое? Вы можете попасть в прошлое прямо сейчас. Посмотрите на ночное небо через телескоп. Вы можете увидеть свет, которому уже десятки тысяч лет. Это тоже софизм. Странным голосом произнес какой-то студент. Ну, ой, ну вот, я, по-моему, первый раз. Первый раз я действительно хорошо озвучил, потому что это было действительно... действительно странным голосом какой-то студент. То, что я говорила, было введением. Мне показалось, или выражение ее лица стало жестким. Давайте подумаем, что в первую очередь нужно для того, чтобы на практике создать машину времени, которая будет перемещать людей в прошлое или будущее. Давайте рассмотрим теорию космических струн и теорию кротовых нор. Космическая струна – это похожая на струну тонкая щель огромной массы. Щель, похожая на струну. Может, они появились из одной такой расщелины? Но существуют ли они на самом деле? Диаметр космических струн гораздо меньше, чем элементарная частица, а длиной они с небольшую галактику. Нифига себе, струна! Так, подождите, а у меня уже появился этот... типс-лист. Ух, нифига себе, тут инфы. Так, ну поехали. Давайте с... Давайте сначала начнем. Вымысел. Главная героиня аниме – это фамилия Офтен, Цундера. Ее звучит королева Цундера Сугумерия. Прозвище Сугию. Понятно. Луиза Чан – это, короче, про то, что... Толстяк говорил. Гоноратив. В Японии используется система гоноративов, именных суффиксов, которые определяют отношение говорящего к собеседнику. Ниже приведены самые распространенные гоноративы. Сан – самый использованный суффикс. Используется незнакомцами людьми с равным статусом. И в тех случаях, когда нужно быть учтивым. Если использовать его после имени Кьома-сан, то это уже укажет на близкие взаимоотношения. Еще серьезно? Кун – неофициальный именной суффикс, используемый между друзьями мужского пола, либо мужчинами по отношению к подчиненным женщинам. Либо мужчинами по отношению к подчиненным женщинам. То есть можно назвать кун-женщину? Чан – уменьшительный суффикс, выражающий глубокую привязанность. Обычно используется к маленьким детям, молодым девушкам или между близкими подружками. Тан – усиленная версия уменьшительного суффикса Чан. А, Чан и Тян, да? Усиленная версия уменьшительного суффикса Чан чаще всего используют в отношении к выданным персонажам или в атропоморфизме для придания большей милости. Ши. Употребляется в официальном письме, например, в газетах. Некоторые вот так, вроде Дару, используют Ши постоянно. Понятно. Так надо просто тогда сам всем говорить и нормально. Относится как к специальной теории относительности Эйнштейна, опубликованной в 1905, так как его общая теория относительности опубликована в 1916, представленная известным уравнением Е равно МЦ квадрат. Специальная теория относительности определяется следующими аксиомами. Тело не может двигаться быстрее скорости света. Когда скорость приближается к скорости света, течение времени стремится к нулю. Когда скорость приближается к скорости света, длина тела стремится к нулю. Когда скорость приближается к скорости света, длина тела стремится к нулю. А когда скорость приближается к скорости света, масса тела стремится к бесконечности. Общая теория относительности добавляет следующие аксиомы. В присутствии больших гравитационных полей течение времени замедляется. В присутствии больших гравитационных полей пространство искривляется. В присутствии больших гравитационных полей масса увеличивается. Прикольно. Блин, на самом деле Эйнштейн был красавчик, вообще невероятно. Тан-Нейтян. Это отдельная штука, часто применяется по отношению к москотам компании, к примеру. Понятно. Так, диаметр космических струн гораздо меньше, чем элементарная частица, а длиной они с небольшую галактику. Понятно. Космическая струна очень массивна, и поэтому может искажать пространство-время. Если вы попытаетесь сделать полный оборот внутри искажения, вы повернетесь менее чем на 360 градусов. Другими словами, ваше действие будет напоминать искривление. Это называется пространственно-временным дефицитом угла. Пространственно-временной дефицит угла. Ну, как бы, по вот таким, по таким штукам, прям даже не это. Типа, если я обойду в неё, я уже сделаю 360, но здесь не будет 360, это вообще какая-то наркомания. Как это понять? Я пришёл деградировать! Я пришёл деградировать! Нет! В связи с потерей угла, если объект пройдёт некую зону с дефицитом угла, то время, прошедшее для этого объекта, будет равно нулю. Понятно. Если это предположение верно, тогда космическая струна движется со скоростью близкой к скорости света. Согласно теории относительности, время космической струны становится медленнее относительно других объектов. При прохождении через искажённый дефицитом угла зоны время прохождения, изначально равное нулю, станет отрицательным. Таким образом, после прохождения вы окажетесь в прошлом. При использовании двух космических струн, прыжок пространственного дефицита становится возможен, если объект внутри пространственного дефицита путешествует вперёд, а затем возвращается на то же место, тогда он вернётся в то же время. Откуда началось путешествие? Очень логично. Всё очень понятно, ребят. Ребят, кто записывает, дадите потом в конспект, пожалуйста, списать. А я, пожалуй, с пары ухожу. Это грубое объяснение путешествия во времени, основанное на теории космических струн. Для предотвращения недоразумений я должна заметить, что теория космических струн и теория суперструн – разные вещи. Итак, чтобы путешествие во времени с помощью космических струн было возможно, должны выполняться три условия. Первое. Две космические струны… О, кстати говоря, гипотетически они существуют только в том месте пространства, где Вселенная была сформирована, так что их трудно обнаружить. Два. Даже если вы нашли их, вам нужно заставить их двигаться со скоростью близкой к скорости света. Интересно, сколько же энергии нужно, чтобы заставить двигаться щель длиной с галактику со скоростью света? Я уверена, что больше, чем 1.21 джигават. Часть людей на лекции разразилась смехом. Так. Так, подождите, а что такое джигават? Где мой джигават? Так, теория 1 джигават. Идет из трилогии голливудских фильмов 80-х годов о машинах времени и временных парадоксов. В первом фильме изобретатель машины времени сказал, что ей нужно 1.21 джигават. Энергии для путешествия сквозь время. В реальности размерность джигават не существует. Создатель сценария сделал опечатку. Правильное название размерности – гигават. Ах, джигават – это хорошо. В физике теория, утверждающая, что вся материя во Вселенной состоит из струн, вибрации которых управляют элементарными частицами, эту теорию, которая предполагает 11 измерений, на данный момент невозможно доказать экспериментально. Однако говорят, что если эту теорию докажет, она объяснит все феномены от самого ее рождения на макроуровне до элементарных частиц на микроуровне. Прикольно. Так, хорошо. Третье. Космический корабль способен добраться до космической струны. Эти условия должны быть выполнены. Что вы думаете об этом, Хо-Инсан? Не хотите ничего добавить? Я ничего не знаю об этом. И почему она, черт возьми, обращается ко мне? И я не смеялся над ее шуткой. Похоже, Хо-Инсан не желает говорить о теории космических струн. Тогда давайте рассмотрим теорию кротовых нор. Я думаю, это более реалистично, чем теория космических струн. Итак, Хо-Инсан, вы знаете, что такое кротовая нора? Нет, не спрашивай меня, черт побери. Я пытаюсь затаиться. Полагаю, я должен ответить на этот вопрос. Это туннель в пространстве, верно? Да, это правильно. Хух, пронесло. Какое облегчение. Есть две дыры, соединенные туннелем. Время прохождения через этот туннель равно нулю, вне зависимости от длины туннеля. Но не все так просто. Червоточина подвергнется супергравитации и разрушится, как только туннель откроется. Отлично, логично. Отлично, логично. Мне все понятно. Поэтому нужно что-то, чтобы скомпенсировать действие гравитации. Экзотическая материя обладает негативной массой и негативной энергией. Экзотическая материя. Экзотическая материя, этот материал имеет отрицательную массу, и гравитация действует на него по-другому. Отрицательная масса, да? Это трудно представить. Это что-то, что поднимается, когда его бросают на землю? Нет. Курица сжимает пальцы в кулак и показывает его нам. Представим, что кротовая нора сжимается невидимым кулаком. Чтобы пройти через нее, вам нужно что-то, что может противостоять сжимающей силе моего кулака, чтобы я не могла больше его сжать. Сказав это, курица разжимает кулак. Использование экзотической материи в туннеле стабилизирует объект, и прохождение туннеля станет возможным. Представьте, что вход в кротовую нору в Акихабаре, а выход в Лос-Анджелесе. Теперь представьте, что дыра в Лос-Анджелесе проходит и возвращается с конца вселенной, со скоростью, близкой к скорости света. Как? Согласно теории относительности, время замедляется для объектов, движущихся со скоростью света. Значит, мы можем считать, что дыра, вернувшаяся в Лос-Анджелес, будет в прошлом. И благодаря этому, Ху-Ин-сан может войти в кротовую нору и выйти в Лос-Анджелесе за несколько лет до того, как он туда зашел. Однако сейчас мы не можем назвать это ничем, кроме как псевдопутешествием во времени или релятивистским замедлением времени. Важным шагом является возвращение в кротовую нору в Лос-Анджелесе. Тогда время прохождения туннеля будет равно нулю. И Ху-Ин-сан появится в Эки-Хабаре в то же время, в которое он войдет в дыру в Лос-Анджелесе. Путешествие во времени завершится. Условия для теории кротовых нор выполнить проще, чем для теории космических струн. Первое. Сами кротовые норы. Они должны быть где-то во Вселенной, но никто их не видел. Второе. Энергия, чтобы заставить нору двигаться со скоростью близкой к скорости света до конца Вселенной и обратно. Ну, как бы ее надо найти. Третье. Подтвердить существование экзотической материи. Реализация любого из них требует огромного количества труда и усилий. И поэтому идея создания машины времени кажется невозможной. Теперь вы понимаете, что я имела в виду, говоря абсурд. Каждая из этих теорий – ничто иное, как мысленный эксперимент, который не осуществим на практике. А есть ли теории попроще? Неа. Сильное заявление. На сегодня это предел физики. Я не знаю, как все изменится через 10 лет. И даже если появится способ путешествия в прошлое, нельзя гарантировать, что он будет безопасен. Причина в том, что фундаментальная проблема принципа причинности до сих пор не решена. О, я знаю. О, сейчас она расскажет про принцип причинности. О, временной парадокс. Закон сохранения массы. Вся вселенная имеет определенное количество массы, которое не может быть изменено. Если кто-то путешествует из будущего в прошлое, то масса машины времени и человека в ней будет лишней. О, прикольно. Вот это, кстати, прикольно про... Кстати, об этом никогда не задумывался, ведь действительно, действительно прикольно. Только я не знаю, почему они говорят, что масса должна быть константой. Ну, видимо, где-то какие-то есть суперчеткие труды на эту тему. Наверное, да. Наверное, потому что у нас тут не происходит никакого непонятного хаоса. Мы должны предположить, что масса... Масса... Масса вселенной константа, иначе мы не можем утверждать... Лол! Я об этом вообще никогда не задумывался. Масса вселенной действительно константа. Если бы она была не константна, то наша бы жизнь и вообще мы, как люди, как род человеческий, как все галактики, пребывали бы в полном хаосе. Если бы не было константной массы. Лол, это гениально. Ребята, я понял физику. Я понял физику. У меня только что третий глаз. Глаз открылся. Это гениально. Это и просто, и гениально одновременно. Мне кажется, ребята, сегодня... Вселенная растет. Вселенная растет в объемах. Но это не говорит о том, что уменьшается масса. Вселенная растет в объемах. Это не говорит о том, что уменьшается масса. Она просто становится больше, грубо говоря, визуально. Боже, мне кажется Это первый стрим, когда я не отупел Воу-воу-воу А как же Воспобождение энергии Воспобождение энергии проходит Внутри этой системы Которая есть нашей Внутри этой системы Которая есть нашей, грубо говоря, галактикой Понимаешь? Ты сингулярность, которая создает искривление В твич-пространстве И это очень красивое искривление Ой Ой, Лихорус Ой, Лихорус, такой ты сладкоречивый Сладкоречивый демон Я уже вижу, что ты Клипосик приложил, но мы его сейчас посмотреть не можем Спасибо, спасибо, сладкоречивый Сладкоречивый демон Вот тебе даже брофит чуть-чуть, спасибо Это как, смотри, это как с людьми Понимаешь? Ты берешь бургер Ты хаваешь его, да Потом, ну, очевидное происходит Да, ты возвращаешь все обратно Когда ты умираешь Когда ты умираешь Тебя закопают в землю Ты разлагаешься Но ты возвращаешься в землю То есть, грубо говоря, вся система Все время Вся система Только наша система Здесь это примерно более-менее одинаково В реалиях этой То же самое мы можем сказать про галактику Если бы это было не так Если бы это было не так То такой микро-микро-микро-микро-микро-микро-объект По меркам галактики Как просто вся наша солнечная система Понимаешь? Это даже не нано-объект Это на-на-на-на-на-на-на-на-на-на объекта. Если брать все, грубо говоря, мироздание, мы же знаем, насколько галактика на самом деле наша мала, то если бы масса изменялась, нас бы внутри этой системы просто переколбашивало с ног на голову. Тот факт, что мы существуем, говорит о том, что масса остается константой. Это очень притянуто за уши, но мне очень нравится. Нормас. Если кто-то путешествует из будущего в прошлое, то масса машины времени и человека в ней будет лишней. Это противоречие. Я помню, когда читал книгу, в которой говорилось, что если возникнут такого рода противоречия, то вселенная будет в опасности. Знаете, ребята, мы... Знаете, вот, относительно путешествия во времени. Давайте мы с вами стримом немножко поговорим про путешествия во времени. Если бы путешествия во времени были, существовали, то мы бы уже имели следствие этого путешествия во времени. Да, разумно. Ну, то есть, как бы, если путешествия во времени возможны в 2 миллиона, хрен пойми каком году, абсолютные путешествия во времени, когда ты можешь в любое место переместиться, мы бы уже имели последствия этого путешествия во времени здесь. Уже имели. Уже имели. Но мы их не имеем, поэтому разумно предположить, что такого путешествия во времени не существует. То есть, абсолютного путешествия во времени не существует вообще. Но, возможно, оно как-то ограничено. То есть, например, мы можем перемещаться во времени только там буквально неделю назад. А путешествие во времени будет изобретено в 3000 году, поэтому только то и то люди могут тусить только в 3000 году минус неделя, предположим. Вот. Также можно предположить, что мы первая ветка. Да, то есть, мы, как бы, мир развивается, мы изобретем путешествия во времени, а потом, собственно, мир разделится на кучу веток, потому что вот мы еще, короче, не дожили, и у нас еще путешествия во времени нет. Вот. Но, но, но. Давайте, давайте немножко про бритву Акамы. Мы точно знаем, мы точно знаем, что есть невозможные вещи. Мы точно это знаем. Мы изучали природу много и прекрасно понимаем и сталкивались с таким, с таким замечательным феноменом, да, как невозможность. Есть вещи, которые невозможны. Например, попробуйте сказать букву П, не сжимая зубов и губ. Вот как человек прямо сейчас. У вас не получится, потому что это невозможно. Раз такая вещь, как невозможность, существует, то разумно предположить, что не все, не все, что хочет человек, не все, что хочет человек, хочет построить, возможно. И учитывая, что по времени, по времени и вообще по природе того, что все, как все происходит, все, все во многом устремлено вперед, да, время устремлено вперед, свет распространяется во все стороны, разумно предположить, что все-таки путешествия во времени кажутся какими-то маловероятными. То есть, как бы путешествие в будущее, будущее по теории относительности Эйнштейна, это тоже очень такое сомнительное путешествие в будущее. Это не ты садишься в аппарат и вдруг оказываешься где-то там. Время как шло, так и идет. Это только когда, если ты путешествуешь во времени по теории относительности, ты технически не путешествуешь во времени. Ты идешь на сделку со временем и используешь особую природу взаимодействия больших скоростей и времени. Во, во, вот оно как. Это не есть такое, как таковое, супер путешествие во времени. Поэтому разумно предположить, что путешествия во времени на самом деле даже и нет. Чтобы переместиться вперед, надо до скорости света разогнаться, чтобы назад быстрее скорости. Во-первых, быстрее скорости света это очень-очень-очень интересная фишка, потому что для нашего нынешнего уровня развития мы утверждаем, что скорость света это максимальная скорость. Максимальная возможная скорость, то есть это предел скорости. Предел скорости. Это первое. Вот. Возможно, возможно, если ты там, я не знаю, за предел скорости, за предел скорости уйдешь, то это прям вообще супер взрыв-разрыв. Прям хрен знает, что будет. Мне кажется, что природа, ну, природа предела такова. Мы вот, к примеру, точно знаем, что существует ноль по Кельвину. То есть это предел нижней температуры, нижняя температура. Он для нас не достигаем, и мы знаем, что во время абсолютного нуля, абсолютного нуля, не происходят никакие процессы. Между прочим, между прочим, про ноль по Кельвину мы даже можем сказать, что это ноль по времени. Потому что, судя по всему, ну, технически, технически, мы можем сказать, что зона, зона, в которой ноль по Кельвину, это зона, в которой не идет время. То есть время, это же просто относительно, это мы классифицируем время. Предположим себе, представим систему, в которой ноль по Кельвину, представим систему, в которой 273 по Кельвину, это, по-моему, наша обычная температура. А, нет, это ноль по Цельсию, 273 по Кельвину. Да, вот, не суть важна. И теперь представим, что... И представим систему, где все, грубо говоря, кипит, где такие огромные температуры, что все процессы, все процессы, так много энергии, что все двигается куда быстрее, чем оно обычно двигается. Представляете? Представляете? Это получается, что в первом случае у нас полная заморозка, время вообще ноль. Время вообще ноль, оно не идет в этом месте. Во втором месте у нас обычное течение времени, а в третьем у нас ускоренное время. То есть, грубо говоря, грубо говоря, мы можем... Мы... Время, это как поездка на транспорте. Время, это как поездка на транспорте. Ты можешь, ты можешь просто ехать, ты можешь ехать, ты можешь остановиться, ты можешь остановиться. Но, судя по всему, когда ты поедешь назад, это будет просто твой новый путь вперёд. Я считаю, что это хорошая мысль. Смешно звучит философия путешествия времени о человеке, который не способен своими руками создать банальную микросхему. Вообще-то, всё, что для микросхемы тебе нужно, это медный провод, который делается из двух меди. Золото, золото, и два, и два этих... Леорус поддержал нас оточку и сообщает Копыч, наш мир представляет пространство-время как прямое произведение одномерного времени на трёхмерное пространство. Преобразования Галилея всегда сохраняют временную координату с точностью до сдвига. Таким образом, ось времени является прямой, а точки её именуемые моментами времени. Нормас! Так, всё, так, хорошо? Всё хорошо. Ребята, ребята, поймите, что физика, физика, это, это, этот мир. А вы часть этого мира. Вы понимаете его. Мир внутри вас. Вы чувствуете его. Вы чувствуете, понимаете? Почувствуете время. Вот вы вдыхаете, вы чувствуете воздух. Да? Предположим. И так же вы можете почувствовать время. Время? Оно бесценно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Нормас. Вообще хорошо. 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 Хорошо поплавило. Ух, хорошо. Спасибо, Лихорус. Спасибо, Лихорус. Время, оно от Бога. Если солнечный свет движется со скоростью 300 км в секунду, значит, для него не существует времени. Так? Но солнечный свет, видите, всё равно доходит до земли с задержкой. Нет. Как так? Ну, потому что вопрос... Так, нет, подожди. Солнечный свет движется, для него нет времени. Блин, подожди. Я не знаю. Я не знаю. Ну, вопрос про то, почему он доходит до нас с задержкой, это вопрос нашего восприятия. Нашего восприятия скорости, а не его восприятия скорости. Не его скорости, понимаешь? Удачного стрима. Три. Это как бы он может... Он, предположим, что он существует вне времени, грубо говоря, и вообще является там... Да, да, он как бы существует вне времени. А вот мы его видим как раз-таки... Вот как можем. Так. Но! Ты неплох. Билиберда. Второй месяц к ряду. Спасибо тебе большое, Билиберда. Вот тебе, брифистищик. Туш! И обнимашки. Ах, шикарно. Ладно, погнали далее, погнали далее. Я помню, как читал книгу, в которой говорилось, что если возникнут такого рода противоречия, то вселенная будет в опасности. Хотя там не написано, в какой именно опасности. Если вы думаете, что закон сохранения массы справедлив для макросистем, типа вселенной или микросистем, типа атомов, вы ошибаетесь. Что? Правда? А, она видела мою реакцию и триумфально улыбнулась. Это оскорбительно! Этот закон справедлив только для химических реакций. Что-то может быть создано из ничего. Хе-е-е-е-е... Это довольно удивительно, не правда ли? Так, в чем проблема? в парадоксе убитого дедушки если вы вернетесь в прошлое и убьете своих родителей до того как родитесь то это противоречие пока этот парадокс не имеет решения путешествия во времени невозможно а если а если вы не убьете своих родителей от этого решения не станет проще есть много других проблем кроме вашего исчезновения правда я сомневаюсь что это так серьезно появление противоречия означало бы нарушение цепочки событий и крах законов физики парадокс это тоже мысленный эксперимент такого не может быть в реальности смотрите парадокс начинается на букву п а п это та самая буква которую вы не можете сказать не сомкнув губ губ или зубов пам 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 тоже начинается на букву п и вот это поворот тоже на букву п и доктор петер начинается тоже на букву п ну не с детства ừng сегодня сегодня меня сегодня меня повело ребят и сегодня меня хорошенечко хорошенечко так сегодня меня очень хорошо ведет я не знаю почему нам нормально так нормально так ведет ребят ладно парадокс это тоже мысленный эксперимент такого не может быть в реальности если у события есть хотя бы мили миллионный шанс вызвать парадокс то она не может произойти вселенная этого не позволит весьма логичный вывод весьма логичный вывод разве вы не согласны там могут быть лазейки вроде интерпретации мультивселенной и принципа собственной собственной непротиворечивости но я нахожу их слишком фантастичными поэтому я отрицаю их у него у него горит в гневе я сжимаю зубы и отвожу глаза от лица макис и курису похоже мне нечего добавить кроме того что она действительно гений я прослушал всю ее лекцию она объяснила все теории в легкодоступной форме вначале были небольшие недочеты но постепенно она исправилась и в итоге получилась впечатляющая лекция в какой-то момент я начал сомневаться что это ее первая ли лекция она ответила на все мои из каверзные вопросы с блеском это впечатляет подождите ка почему я хвалю ее ладно разберемся с этим позже я видел ее мертвым но она жива мои воспоминания противоречат друг другу и не только к окурису сама реальность доказывает ошибочность моих воспоминаний можно предположить что я видел сон или иллюзию но все же есть вероятность что это не так папа 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 и так расставшись с дару я приехал в храм я на бояши чтобы со мной поработал экзорцист я сильно сомневаюсь что маки за курицу которую я видел призрак для японцев нормально желать очистить очиститься после того как они увидели что-то странное это в нашей крови вы можете попасть в храм я на бояши если свернете на первом повороте после моста ман сей это небольшой синтаистских леарус поддержал аж на 200 рублей и глаголит хапуля люблю тебя и до наше пространство обладает структурой есть постоянные флуктуации материи антиматерии аннигилируют наше пространство живое понятно ясно так вот 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 тебе бруфит еще спасибо за поддержку я ни хера не понимаю но ты достучался до самого сердца так так это небольшой синтаистский храм который не очень-то вписывается в окружающую обстановку в аки хабарь есть более знаменитый храм канда но я предпочитаю этот территория храма очень плотно огражена вокруг раздается стрекотание цикад о о это акарин тут туру перед храмом стояли две девушки одна из них майори опять как обычно бабу встречает а другая была в традиционном одеянии мико хотя было бы ошибкой назвать ее девушкой это урушибара рука потрясающий пример женского обаяния и гранц и понятно тонкие словно вишни в цвету губ в цветы губы суть и японской красоты сын главы это цикад цикадки перестали играть на заднем плане сын главы этого храма да именно сын неважно с какой стороны посмотреть он выглядит как прекрасная девушка но он парень от что ты даже разговариваешь ты даже разговариваешь как девочка как его читать я не знаю это это мальчик это мальчик как девочка что делать у нас должен быть короче голос у него будет как у лимика пацаны как у лимика один в один здравствуйте у кабы сан ладно сойдет здравствуйте а кабы сан он быстро кланяется его голос и поведение делает его похожим на девушку или скорее более женственным но он парень такой же худой как майюри и ростом выше нее но он парень хорошо выглядит в одеянии мика но он парень держит в руке метлу так так что так что я думаю он был занят уборкой но он парень сейчас вечер но тут так жарко но он парень чертовы цикады никак не замолкнут но он парень иди иди отличный экскурс мне очень понравилось у кого что с мечом который я дал тебе он мой знакомый и поэтому я называю его рукаку я помог ему когда он был окружен группой людей с камерами в оке хабарском пешеходном рае оказалось что рукаку и майюри одноклассники я узнал об этом после знакомства с рукаку но он парень рукака озадачился моим внезапным вопросом покраснев он начал мяться вы имеете ввиду демонический меч сами дары да да я купил его тебе чтобы ты смог контролировать свою силу но ты купил его плейдвокс верно за 980 ен я думаю майюри если ты скажешь что-нибудь они уничтожат тебя уничтожат спасибо что беспокоишься за меня карин но кто это они я проигнорил проигнорировал вопрос майюри итак рукаку ты упражняешься сами даре как я и говорил тебе да да я упражняюсь каждый день с помощью этого меча ты сможешь обладать техникой уничтожения демонов сейшин занма и укротить злые силы спящие в тебе у сами у сами дары не настоящий клинок но это потому что его настоящая форма скрыта от всего мира будучи в руках настоящего мастера меч высвобождает истинную силу и я купил его по дешевке за 980 ен с ндс хотя хотя это не настоящий меч полиция стал остановит вас если вы будете разгуливать разгуливать с ним по городу вот почему я постоянно напоминаю рукаку не гуляй с ним по городу спасибо акабе сан за этот чудесный подарок я не акабе ты окарин извините кема сан все в порядке если ты понял а сейчас пароль а м эль псай конгариу нет не конгариу а конгру да да сук этот эль псай конгру так 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 правильно рука 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 ко счастливо улыбается большое спасибо под это очарование может попасть каждый но он парень я учиться какие хорошие отношения между учителем и учеником моюши не я учиться но это что-то захватывающее отлично ничего ся она ничего ся она вклинилась м м м ма юритян не воображай ничего такого действительно впрочем насчет учитель ученик это правда я хууин кема используя свою способность управления разумом учу рука ко сражаться с существующим миропорядком и темным правительством разговоры о демоническом мече летнем дожде самидары и так далее связаны с этим рука ко очень честный и послушный кроме того он хочет научиться многому и я как учитель очень доволен этим учеником тем не менее ему нужно время чтобы понять меня а его недостаток в том что он очень достинчив но он парень так почему ты здесь майори я пришла повидаться с рукой куном я хочу чтобы он пошел со мной на комима косплеить кираритян из райнет но он не хочет но косплей меня очень смущает у меня к сожалению голос уже съезжает поэтому у меня майори и рукаку получают одинаковыми со зи но я знаю что рука кун будет хорошо выглядеть фраза такая милаха не может быть девочкой очень популярна знаешь ведь давай устроим тебе косплейный дебют майори любит делать костюмы для косплея она создала уже 30 штук но сама не надевала ни одного похоже ей нравится видеть как кто-то носит ее костюм и похоже она выбрала рука к следующей жертвой майори создает костюмы популярных женских персонажей я увидел вас ребята сейчас логическая какая-то пауза и сделаем я не очень то понимаю почему рука к не хочет носить такую я не очень то понимаю почему рука к не хочет носить такую одежду я имею ввиду что он уже в женской одежде мико поэтому я не понимаю почему он против косплея не так они отличаются я вздыхаю оставьте эти него незначительные вещи но это очень важно для моюши но меня это не заботит кстати рука к я пришел в храм за за твоими навыками экзорциста поможешь мне экзорцизм тогда вам следует поговорить об этом с моим отцом все не так серьезно мне нужно всего лишь восстановить душевное равновесие за этим ей пришел в храм итак неси эту вещь сюда вещь это сами дары нет кто же использует демонический меч для очищения я имею ввиду вещь я не знаю как это называется но это такой стержень с прикрепленный к нему белой бумагой этой штукой размахивают жрецы так объясняют только дети а карин меня шокировало что именно майюре сказала это а ну са ах вы хотели сказать несите сюда ваши у нас а я не знаю как эта штука считается я думаю что это пусть будет у нас а то а то я а то я просто нормально читать это не смогу пусть будет у нас а а а вы хотели сказать онуса не знаю разрешить ли отец взять его я схожу и спрошу его так рукаку быстро кивнул и побежал к зданию майюре достала из сумки карманы часы и посмотрела на них эта старогодняя вещь не похожа на обыкновенный предмет из обихода школьницы реально это это часы алхимика из этого из собственно full metal alchemist или какой то супер артефакт она называет их часики конечно же это майюре дала такое имя часам и это однозначно не название марки часов она носит с собой эти часы с начальной школы для майюри эти часы очень ценны мне уже пора на подработку так что я пошла хорошо ты пойдешь домой сразу после работы да дом майюре находится в икебукуру икебукуру можно чекнуть типсы типсы сейчас секундочку даже надо табирование делать у меня у меня ну тут я не знаю как чекнуть типсы вот вообще не шарик как как типс а типсы все понял господи сейчас 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 сделаем так типс лист да тут их дофига тут их просто дофига кстати тут вообще очень много типсов не прочитан давайте сама конца палка который носит руках жрец синта украшена зигзагообразной бумагой она используется благословящих ритуалах для изгнания злых духов так конакаваи ка 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 Милая девочка, но или его истинный ползг сложно определить, или он на самом деле мальчик. Это выражение также используется в качестве сарказма касательно девушек, похожих на парней. Ха-ха-ха, ничего себе, трололо. Героиня из Райнайт Кокеру, её полное имя Нашимура Кикари. Она умная и спортивная девушка, которая учится в пятом классе, кроме того, она милая и обладает положительными личными качествами. В принципе, совершенная девушка, неравнодушна к моде, ненавидит грибы. Комик Гигамаркет. Масштабное отаку-событие, проводимое дважды в год в Токио Бар Биг Сайт. На каждом комима тысячи художников собираются, чтобы продать свои произведения, которые широко варьируются от эротической манги, основанной на известных аниме, до оригинальных фигурах музыки и игр. Следующий комима будет проводиться 15 августа. И его ищется. Термин для обозначения девушек отаку с особенной заинтересовательностью в Яоэ. Не относится ко всем девушкам отаку в целом. Акихаблэйдвокс. Вымысел один из нескольких магазинов в Акихабаре, который продает точные копии оружия. В продаже имеются японские мечи периода Сен-Гопу, европейские мечи, средневековье и рыцарские доспехи. Пешеходный рай. Это когда Майори спасла этого мальчика-девочку. В некоторых районах Токио, таких как Акихабара, главные улицы закрываются в дни больших распродаж. Это эффективно превращает улицу в огромный тротуар, облегчая проход для пешеходов. Мико. Храмовые девушки-жрицы в религии Синту. Обычно Мико носят белое кимоно и красные хакама, или юбку. Их роль помогает жрецам с проведением ритуалов и других событий. Принцип причинности. Научно-философский принцип, который гласит, что у каждого события имеется причина. И это является причиной этого произведенного эффекта. На этом принципе основана теория относительности. Тем не менее, квантовые физики наблюдали микроскопические явления, которые не подчинялись принципу причинности. Пам-пам-пам. Эффект Урашимы. Специальная теория относительности явления, происходящие из-за того, что время замедляется по мере того, как тело достигает скорости света. Например, представьте, что космонавт отправляется к соседней звезде и обратно со скоростью близкой к скорости света. Это путешествие с точки зрения космонавта, но когда он вернется на Землю, то обнаружат, что в его отсутствии прошли тысячи лет. Так, типсы почитали. Она приезжает сюда каждый день на поезде. Мой дом тоже находится в Ике-Букуру. Когда начинались летние каникулы, я стал жить в лаборатории. Хорошо, тогда увидимся завтра. Я остановил Майори. Майори. Тогда в радио Кайкан. Ты... ты слышала крик? Крик? Майори моргнула несколько раз и ткнула своим пальцем в свой лоб. Затем она, как обычно, улыбнулась. Когда, говоришь, это случилось? Сегодня, в полдень. Кажется, не слышала. Так. Ясно. А Карин? Странный. Понятно. Ну, пока. Тут-ту-ру. Ха-ха. Будем теперь тут-ту-турировать. Майори побежала и махала мне рукой, пока не скрылась из виду. Так. Так. Акабе-сан, простите, что заставил вас ждать. Рукаку вернулся. В руке он держал странную вещь. Мне разрешили взять ее. Какое облегчение. М... Майори-тян уже ушла? Рукаку, не волнуйся за Майори. И начинай уже очищение. А, да. Вы действительно не против, если... А... 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 А чего я должен вас очистить? Рукаку нервничает. Сразу после этой фразы я подумал, что он не знает, что делает. Урашки пробегают по спине. Злой дух овладел мной. Сильно дрожа, я схватил свое запястье. Успокойся, злобный дух. Быстрее, Рукаку! Он может захватить контроль... ...надо мной. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, нет! Акабе-сан! Пожалуйста, держитесь! Я... Не... Акабе... САН! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Из... Из... Извините, К... К... Комо-сан. А... А... А что я должен делать? Очищение... Скорее! Делай так, как я учил! Хорошо. Так, сейчас. Рукако принял серьезный вид и сильнее сжал в руках церемониальный посох. Его поза и выражение лица создают потрясающую атмосферу. Я... Сильно покраснев, Рукако заикается. Похоже, он не был уверен в том, что следует говорить. Он смущен и паникует. Ах, чертов новичок! Рукако... Пожалуйста, изгони... Слово... Духа... Из... Меня... Я... Не хочу... Убивать... Тебя! Рукако начинает плакать. Похоже, он искренне переживает. Я уверен, что он парень. Но из-за его действий и внешнего вида, я чувствую вину за то, что заставил плакать девушку. Но в его полных слез глазах я, наконец, увидел решимость. злой дух он поднял о носу над головой и сделал взмахи влево и вправо пожалуйста уйди из акабы нет нет из из кем и сана хорошо теперь ударь посохом по руке конец он усы бьет меня по предплечью в манге после таких действий наступает драматическая сцена но ничего такого не произошло все что я слышал это стрекотание цикад как себя чувствуете я глубоко вздохнул моя рука перестала дрожать хорошо похоже что злой дух покинул мое тело хорошая работа рукака облегченно вздохнув рукака покраснел счастлив был получше этот застенчивый вид делает его таким женственным но он парень так дорогие друзья перерыв на чай перерыв на чай перерыв на чай мне надо точно сделать горячее свой чай иначе голос уже уходит простоват это цикады мерзкий звук больше на птиц похоже ну эти ты как тур 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 это вот так громко перерыв конечно на чай но ты ты ролишь все прям вообще мама террорист чё и дай пирожок пополам này пополам для немало предруппала давай 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 тебе ок . мне пирожок с капустойфу цили нельзя другой зачем ты другой IF.оденака лог consistent трогало тебя Шайверма? Пирожок шайверма Все хотят быть похожими на шайверму Но только шайверме туда надо Пошел злобного духа из руки изгонять Это ужасно Это ужасно, ребята Ай Ай, меня двигают Так Все, все, все Скоро, 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 товарищи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я не знаю, сколько там еще Но вообще, по ощущениям По ощущениям Все очень Очень медленно развивается И что, мне кажется, чтобы досчитать эту штуку Надо реально дофига времени Это не этот Это Но он парень Ребя, народ Как насчет продолжения Но он парень я не знаю как но тут по-моему дофига еще там еще очень много да мне тоже кажется что это очень такая штука жесткая на я думаю что я прям я при я не знаю я не знаю ну наверное это прикольно даже даже не началось еще да так то я пол трансляции еще не началось ничего это нифига себе нифига себе визуально на всю жизнь я игру сам на все концовки прошел примерно на 36 часов но это было очевидно без стрима да кто-то сказал что игра часов на 90 вот у меня прям ощущение что реально на на аниму не смотрю вообще иначе проспойлеришь сам себе все не я не буду стоять у него пока а какой пятичасовая реклама так я пропустила она только в обычные дни ладно с лурами грациоли но белл тоже не короткая белл руты понимаешь там как бы поиграл зато пошел дальше я вернулся в лабораторию взял телевизор который сломался сегодня днем и отнес в мастерскую трубки брауна чтобы его починили дару и майори уже ушли домой и мне пришлось одному тащить телевизор в магазин лестница была очень узкой и крутой так что я очень устал открыв дверь бедро я вошел в магазин он был тускло освещен но больший телевизор показывающие новости светил очень ярко 42 дюймовый лт-телевизор не думаю что в японии возможно найти найти хоть один такой теперь когда жк телевизоры стали стандартом я очень сомневаюсь что кто-то захочет прийти в этот магазин и купить лт-телевизор джек хумер какому будем знать что случилось окабе напротив большого телевизора сидит накачанный мужчина средних лет и читает газету этот человек этот человек владелец здания и продается в этом магазине мистер тэноджи юга господи у него тут сердечко вот это я называю его мистер браун это потому что он любит трубки брауна не говори мне что случилось твой чертов телек сломался а как ты с ним обращался я ставлю тяжелый телевизор на стол с ним нужно обращать с ним нужно обращаться нежно понимаешь с любовью так дайте ка я сообщение почитаю получено письмо от майюри с прикреплением у по супер популярен знаешь ведь даже популярнее чем главный герой как и руку они настолько милые что я хочу собрать их всех это похоже на то как ты собирал черные перчатки без пальцев помнишь так а что а что мне надо ответить либо про черные перчатки без пальцев либо как и руку давайте узнаем про черные перчатки без пальцев открыть вложение так это упы 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 так кто называет нажимаешь на это слово и откуда открываешь клуб здесь тоже ладно хорошо болит тут нельзя выбрать если уже клуб ладно перчатки без пальцев отвечаем и правда ты никогда никому не должна об этом рассказывать необходимо было запечатать нечистую силу лежащую в моей правой руке понятно да он как раз таки чуни чуни бью или как-то так у них тоже фишка силами в руке вот я и непонятный добавил еще больше рекламы нет смысле это моя реклама 5 минут 5 часовая отстанет короче течо реклама много и чуть и прорекламировали увачку теперь ты можешь поставить их на фон в телефоне очень очень нужно ладно с ним нужно обращаться нежно понимаешь с любовью так отправить блин готово все телефон валет мне телефон все отвали он такой такой суровый человек говорит о любви у меня даже мурашки побежали я поручаю вам починить телевизор эта задача имеет наивысший приоритет над всеми остальными вашими задачами ты говоришь по-идиотски как и обычно мистер браун начинает проверять телевизор на предмет поломки а я тем временем окидываю взглядом магазин я не знаю из-за пыли это или нет но атмосфера здесь очень застойная магазин заполнен lt-телевизорами они похожи на мусор но благодаря мистеру брауну все они работают и готовы к продаже здесь очень много разных телевизоров представитель представители эпохи сёва домашние и даже hdl-телевизоры выпущены прямо перед появлением жака сегодня вы открыты допоздна да обычно вы закрываетесь к 19.00 с приходом ночи людей на улицах аки хабары становится меньше крупные магазины электроники закрываются в 8 или 9 часов вечера в это время в аки хабаре становится совсем тихо сегодня придет гость гость это снова этот маленький снова этот маленький зверек ты не смей называть мою любимую дочь маленьким зверьком продавец вытаскивает из нагрудного кармана фотографию и с любовью смотрит на нее на фото школьница показывает знак мира люди которые не знают подробностей могут подумать что этот мужчина средних лет извращенец но эта девочка на фото действительно его дочь я думаю она в шестом классе она вторая вещь которую он любит не забыл ее имя она иногда приходит магазин чтобы поиграть если ты прикоснешься к ней и тебя убью точно ее зовут на я мы жители второго этажа пересекались не когда она пересекались не когда она приходила под жителями я имею ввиду майюри ибо она подружилась на она с дару она боится чувствует мою ауру безумия в таком возрасте у нее хороший потенциал мистер браун целует ее фотографию это не очень приятное зрелище но будут ли еще гости кроме твоей дочки я работал в лаборатории уже полгода и вижу всех покупателей пришедших в магазин это место невыгодно черт было бы странно будет все наоборот гость или клиент или как бы это сказать убрав фото и дав мне неясный ответ он возвращается к осмотру телевизора похоже контакт расшатался я могу починить его правда тогда сделайте это подожди я не назвал тебе цену ты требуешь деньги конечно или ты думал что это все бесплатно ты же дал этот телевизор нам и что я никогда не говорил что буду чинить его бесплатно ты проклят ты говоришь это после того как дал мне почти сломавшийся телевизор ай соткнись если тебе не нужен я заберу его думаю я смогу получить немного денег после его переработки это притеснение как ты смеешь делать такое с человеком который может изменить ход истории о ком это ты говоришь конечно о себе почисть зубы уже иди спать мальчик впрочем впрочем у тебя есть яйца ибо я разрешаю тебе жить на втором этаже а ты говоришь мне подобные вещи я заплачу за ремонт мистер браун в конце дня я уже не могу совладать с ним в этот момент я услышал звук открывающейся двери когда я посмотрел в то направление я увидел девушку вошедшую в магазин ну понятно опять опять тянка почему 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 все знаете почему в японии демографический кризис потому что только тянки везде тянки 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 аниме всегда про пацанов вокруг которого тянки знаете почему потому что все время потому что потому что протянку вокруг которой тянки 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 неинтересно смотреть это и скучно одни тянки в японии на одного мужчину приходится 9 9 женщин 9 женщин просто вот вот так вот дни сплошные тянки у меня еще у меня еще голос не прогрелся ее руки и ноги очень длинные и тонкие что делает девушку похожей на атлета еще на ней были свитер и гетры подчеркивающие мышцы на бедрах гёдры гетры которые подчеркивают мышцы на бедрах это очень странно ахей герри она у нас будет жизнерадостная так мы зависли ты над же завис что это было время словно остановилась мне правда очень интересно что сейчас произошло будто мир остановился а она делает круг большими 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 и указательными пальцами круг большими это вот так вот что ли и что это означает типа ты очко это предствие было очень популярно в моем детстве когда я его использовал какой-то идол я считаю что это пошло от какого-то сэйю из утренней передачи на тв но это же было очень давно она тот самый гость который она тот самый гость который должен был прийти может быть она просто знакомый мистера брауна может это еще одна его дочь или любовница она наконец перестала делать оха и прочистила горло я аманэ это я звонила вам она у нас будет жизнерадостная жизнерадостная спокойная и время снова пошло бу 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 ага понятно ты пришла на собеседование по поводу работы на полставке да я тэноджи владелец работа этой девушке ты хочешь сказать что в удручающем старомодном и невыгодном магазине принадлежащим злобному старикану может быть работник на полставки ты что хочешь платить дополнительные тысячи иен со следующего месяца мальчишка я говорю лишь правду впрочем думаю не стоит говорить это аутсайдерам и я и понятия не имел что магазин берет новых работников потому что не вижу в них необходимости вообще то это я просила эту работу по телефону немного смущенно отвечает девушка сначала он отказал но я не приняла отказа и он согласился вот это действительно удивляет похоже у нас странноватая молодежь ну садись на стул юная леди о спасибо так села на стул я хотел уйти но потом решил помотыляться тут ведь меня не выгоняли у девушки одеревеневшее выражение лица похоже она нервничает это из-за собеседования в противовес тому что она сказала минуту назад кажется она уже потеряла весь свой задор так твое имя аманы сузуха так возраст восемнадцать восемнадцать как и мне ты студент нет она покачала головой она работает на полставки почему ты хочешь работать здесь потому что мне нравится потому что мне нравятся лт телевизоры хе 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 принято приходи на работу завтра понятно подождите это все это какая-то игра подготовка подготовка к настоящему собеседованию спасибо босс аманы сузуха облегченно вздохнула а потом она посмотрела на меня а а ты ты хочешь узнать узнать имя нет брось это если я скажу его тебе с тобой произойдут ужасные вещи слишком за многими охотится организация только потому что они знают мое имя Сара из Америки Клауди из Италии Симона из Франции я не могу подвергать еще кого-то опасности эээх хвати отнести всякую чужь меня бессовестно перебили этот идиот акаба рентарр он снимает второй этаж мистер Браун указал на меня Акабо купил... так заткнись или я добавлю тысячи н к плату за съем Я Акаба Рентаро Девушка встала, положила руку на моё плечо и серьёзно посмотрела на меня Я ничего не знаю об организации, которая тебя преследует, но... Если у тебя какие-то проблемы, Акаба Рентаро, ты всегда можешь поговорить со мной об этом Я уже привыкла Какая-то странная фигня, даже Теноджа понимает, что это странная фигня Она уже привыкла к чему Я даже могу хорошенько тебя встряхнуть Мистер Браун, не думаю, что следует её принимать на работу Да, это опасно Если что, я уволю её Кстати, организацию Акаба создал сам Так что не принимай это всерьёз Создал? Можешь думать и так В один прекрасный день мир преклонится передо мной Мак-ка-ка-ка-ка Пау посмеялся он у себя в голове так амана сузуха опять смотрит на меня у нее привычка смотреть людям у него привычка смотреть людям глаза а понятно она короче так вот что сейчас популярно я запомню это понятно она короче из прошлого она из организации она из организации а кабы был все время прав все время прав она из организации она преследует нас там жопа на кибург киборг киборг хочет захватить наши онуса он уса наши хочет захватить нет 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 очень сомневаюсь что это популярно мои онуса нет так черт как жарко а есть новое письмо очень новое письмо от рукаку вчерашний экзорцизм правда вас устраивает у меня есть ощущение что более традиционная церемония было бы лучше я волнуюсь что с вами может что-то случиться из-за того что мой экзорцизм был достаточно силен это меня так сильно беспокоит что я не могу уснуть ps из-за этого я не смог сделать больше трех тренировочных взмахов сами дары ох уж эти ох уж эти ролл плееры так экзорцизм ответить было неплохо просто немного топорно ты же служитель богов а тебе должны сходить достоинства и уверенность поработай над этим нормально отправить так хорошо в интернет нас пока не пускают дайте мне позвонить кому-нибудь кому не дают позволь позвонить никому не дают когда я вернулся в кихабару после университета меня настигла жара и поэтому я решил отдохнуть в еду башей и утолить свою жажду холодным кофе у меня появилась возможность залезть на и channel с телефона я часто туда захожу я завсегда ты я завсегда тайборд посвященных оккультизму технологиям будущего и иногда посещаю борду физики есть еще несколько борт который я посещаю но очень редко я проверил и channel наличие трэдов о массивном исчезновении людей или убийстве макис и курису но ничего не нашел получается то что я видел эта иллюзия некоторых трэдах в оккультом разделе есть пост посты некого джона тайтера джон тайтер спустя так много времени я очень много знаю об этом парне он самопровозглашенный путешественник во времени появившийся на американских формах около 10 лет назад отвечая на вопросы пользователей он писал что прибыл из 2036 года за ретро компьютером ibm 5100 он частично предсказал события будущего начало войны в ираке и распространение болезней крейсфелда якоба например он пытался доказать что пришел из будущего объясняя теорию своей машины времени однако не раскрыл свою личность общественностью он исчез 4 месяца назад его предсказания оказавшиеся правдой стали горячей темой для обсуждения в японии да кое-что он предсказал верно но из-за ложных предсказаний противоречий в его постах люди не верят что он путешественник во времени и теперь джон тайтер объявляется на японском и и channel так давайте-ка посмотрим троллинг тип лист так троллинг в интернете написание противоречий к другу постов или ложной информации стали спровоцировать ответную реакцию понятно да такое нежное определение троллинга господи ж ты боже мой конечно же троллинг это именно это так другое настроение губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота гк рс общеизвестно как здоровье бешенство используется но используется только в случае заболевания человека ранее симптомы включают в себя потерю памяти и эпилептические припадки изменения личности слабыми атаксию в тяжелых случаях пациент может страдать в течение 1-2 лет до тех пор пока не умрет от респираторного пролечали других осложнений американская компьютерная компания ibm они нет ну короче понятно ibm способность организм останавливать время одна из сверхъестественных способностей названы названных стенд стенды проявляю появляющихся в популярной манге джи джи бизар адвенчер о восстановка времени есть джи 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 понятно верим что он там пишет так я не ожидаю что вы парите что я из 2036 я вижу что все хотят знать больше о моей машине времени технология путешествия времени была разработана сэр нам сэр нам они завершили первую машину времени в 2034 году путешественник во времени лол джон дайтер лол морс деталей по машине времени они продают машины времени насколько они дорогие у меня есть около сотни миллионов миллионов про запас можете отправить мне одну понятно так у сэр на монополия на машины времени даже самые могущественные нации на земле не могут получить такую не говоря об обычных гражданах сэр не использовали свою машину мира ради власти в 146 мир стал антиутопией там нет войны нет конфликта надо отложить мир снова на полном искоренении свободы что означает лол зачем ты пришел в это время крушение спутника в акибе твоих рук дело ребята подождите тайтар сан не понимает жаргона и ченнел будьте проще а если вы понимаете о чем я заведет репкот кретин я пришел сюда чтобы изменить свое настоящее другими словами ваше будущее моя миссия уничтожить антиутопию сэр на и восстановить свободу во всем мире вы живете в такое великолепное время каждой свободе но вы потеряете это всего лишь за 20 коротких лет вы должны понять что уготовано вам будущем это жизненно важно что такое трипкот может я и заведу если ты скажешь что это ты говоришь что только у сэр на есть машина времени у тебя есть машина времени из этого света что работаешь на сэр на то есть твоей целью ним целью не может быть уничтожение антиутопии сэр на ты самозванец чтд что такое антиутопия как мог сэр захватить мир всего за 20 лет сэр на ближний восток ты читаешь слишком много манги раздумаю что можешь заставить всех этих парнях прекратить убивать друг друга кто просил тебя менять будущее пытаешь играть пытаешься играть в бога если они обещают мир во всем мире тогда я первый поприветствую наших наших новых господ из серна так маша моя машина времени это прототип созданный при помощи обратного проектирования благодаря украде технологии серна по сравнению с машиной времени возможности мои возможности моей ограничены 2036 году миром правит единственный всемогущий руководящий орган они контролируют каждый аспект наших жизней определяя что мы будем есть где мы будем жить и на ком женимся нет личного пространства не выбора любой кто смеет противостоять им уничтожаются там нет судов фильмах во всем во всем таком мелком мелкие изменения прошлом вызывают громадные изменения в будущем ты уже изменил настоящая тем что пришел сюда что случится если ты несешь будущее неожиданное изменение заявлять что серна правит миром ты вообще знаешь такое серна лол автор тема тролль так если мы так если мы найдем от его отца и объем его тогда это будет 6 тогда этот путешественников времени булгага никогда не родится нам не надо будет слушать эту чушь также хотелось бы знать можно ли увидеть прошлого себя can you have self-test господи боже мой спрашивает можно ли трахнуться своим собой классно рядовой имиджборд вы говорите о так называем парадоксе дедушки его развенчали отклоняя от мировой линии составляет 0 5 процентов относительной линии из которой я пришел убийство моего отца изменило бы отклонение создавая мировую линию где мой отец мертв однако текущая линия не будет стерта я не пристану существовать сэрн это исследовательское учреждение физики частиц это это не изменилось 2036 встретить прошлого себя возможно в мое время доминирующая теория такова что ничего не случится я однако прошлого себя не встречал если ты реально путешественник во времени тогда твою мать докажи это запусти фотки машины или велика чертям много многомировая интерпретация воу чувак помедленнее исследовательский институт захватывает мир лол что я не чувствую необходимости доказывать что я тот кем я являюсь по моим словам я просто пишу эти сообщения развлечения ради моя миссия в приоритете что такое мировые линии ты можешь встретить себя из другой мировой линии что случится если все-таки встретишь поздний ответ trip code это способ идентифицировать автора ставь хэштег пароль по со своей имени понятно лол отмазывается мировые линии подобны бесконечному числу рек текущих параллельно друг другу на протяжении всего пути они постоянно развиваются на новые линии это называется отклонением например неважно запустил что сообщения на бордей или нет этот факт практически не окажет эффекта на отклонение мировой линии ну скажем если тебя убьют то отклонение изменится однако она изменится все примерно на на нуля- speculative и вообще изменится смерть одному человека не то чтобы особо важно в глобальных масштабах войны бедствия терроризм другие Esperanne другие события которые вызывают многочисленные смерти разрушение оказывается намного оказывают намного больший эффект на отклонение спасибо о том что сказали мне о репкодах. Я обязательно продолжу их использовать и далее. Я начинаю сдувать, поэтому давайте снова слоимся завтра. Говорить со всеми вами было весело. Хорошо. Похоже, эти треды уже поместили в архив. Ну, короче, это он старый, да? Старый треды почитал. Конечно же, создавались сайты, посвященные Джону Тайтеру. Посты этого Тайтера очень похожи на посты десятилетней давности. Некоторые книги созданы на основе его постов перевели на японский и продавали здесь. По случайности, ко мне попала одна такая книга, и я узнал много интересного. Вот откуда я знаю, что его посты на A-Channel почти такие же, как и десять лет назад. Интересно, куда я делал эту книгу? Я читал ее, когда учился в школе, так что скорее всего, она в доме моих родителей. В общем, этот новый Джон Тайтер — обманщик. Вот так вот, ребята, обманщик. Хотя нет. То, как он копирует и постит, ставит его выше обманщика. На A-Channel много таких. Джон Тайтер не сильно популярен в Японии, но я уверен, что люди не поведутся на такой явный троллинг. Но их реакция оказалась обратной. Такое чувство, что они вообще не слышали про Джона Тайтера раньше. Никто не упомянул его появление 10 лет назад. Я попытался написать об этом, но в трейде меня проигнорировали. Черт, что за хрень? Я должен докопаться до правды. Это американский сайт. Это американский сайт о Джоне Тайтере. И тонны блогов, в которых люди говорят о нем. Я ввел в поисковик Джон Тайтер. Результатов поиска 12 совпадений? Подождите. Всего лишь 12? К тому же, все 12 совпадений это посты Тайтера на A-Channel. Я не могу найти упоминания о Тайтере десятилетней давности. Это очень странно. Это не может быть правдой. Несколько лет назад я искал информацию о нем, и я нашел тысячи совпадений. Этот сайт использует фильтр или что-то вроде того. Я задал поисковой запрос в другом поисковике, но результат был тот же. Это выводит меня из себя. Такое чувство, словно я попал в другой мир. Это заговор организации? Все, это жутковато. Со вчерашнего дня произошло много странных событий. Я набираю номер Дару. Он точно знает Тайтера. В этом я абсолютно уверен. Я говорил с ним о Джоне Тайтере некоторое время назад. Но я уже забыл детали разговора. Но разговор был. Это точно. Не хотелось говорить по телефону, поэтому я решил встретиться с Дару. Я послал ему письмо, и ответом мне пришел адрес. Под Мэй Куин он подразумевает Мэй Куин плюс Нян в квадрате. Это Мэйт Кафе. Дару, любящий 3D-горничек, завсегда Тайтера. Понятно, это та самая жуть. Так, Мэйт Кафе. Вид кафе, где официантки носят униформу горничных, обычно в стиле французских горничных. Они обычно называют «посетили господин». Клиенты могут говорить с официантками и играть с ними в игры, но в конечном счете Мэйт Кафе – это ресторан, а не бордель. Короче, глазить, но руками не трогать. Да, забавно, что это не бордель, хотя потребность, которую вы утоляете, именно та самая. Но ладно. Антоним слову «утопия», например, полностью контролируемое общество, в котором большинство людей отказано в личной жизни и свободу. Французский акроним Société Européenne pour la recherche nucléaire или Европейское сообщество по ядерным исследованиям. Самая большая в мире лаборатория физики частиц, расположенная на франко-швейцарской границе около Женевы. На территории есть свой банк, библиотека, почти почта и общежитие. Ученые со всего мира собираются в ЦЕРН для изучения физики частиц. «Свой банк», «Обосы меня Господь». Так, «Дару любящей 3D-горничных завсегда тайтам». Так, ну... Собственно, мы идем в Мэй Квин плюс Ниан Квадрате, всего лишь трех минуты ходьбы от лаборатории. Если пишут «надо позвонить», то можно достать и таки позвонить. Только зачем, смотри, здесь и так все, все идем туда. Я, конечно, могу достать и позвонить. Ну, давай, зыркнем. Так, «Контакты», «Дару». Сососписус, дорогой друг, сососписус. Это же горничные, ты че? О, я плачу тебе зарплату. Ты хочешь остаться на работе? О, да, господин, я хочу остаться на работе. В общем, вы поняли мою позицию по поводу Мэйт Кафе. Ну, уже нельзя, ты же уже пошел. В смысле, он вроде сам поговорил с Дару. Мне кажется, что это нафиг не надо. Пусть я несколько линий, возможность перекрывается. Перекрывается. Так, ладно. Он, короче, все сам пусть делает. Все нормально. Мэйквин плюс Ниан в квадрате всего лишь в трех минутах ходьбы от лаборатории. Туда можно попасть, пройдя по улице Курамая Баши, Дори и повернув налево на пересечении Цумако-Исака. Вот так я и сделаю. Сейчас лет не каникулы, и из-за инцидента в радио Кайкан в Акихабаре было много людей. Вчера эта зона была оцеплена полицией, но сейчас я не вижу здесь ни одного полицейского. Похоже, они не могут держать центральную улицу оцепленной два дня подряд. Однако радио Кайкан все еще закрыт. На входах висит желтая лента, которую использует полиция. Акихабара следующий день после крушения странного, похожего на спутник объекта, очень много людей собралось вокруг запретной зоны. Объект нельзя перемещать, пока следователи не узнают важные детали об этом объекте, например, какой стране он принадлежит. Полиция утверждает, что опасности взрыва нет, но у людей все равно остаются опасения. Тут также находятся представители СМИ с камерами. А, это уже не читает она. Кроме них тут целая куча зевак, снимающих объект на камеру телефона. Огромная толпа людей. Мне, как жителю Акихабары, все это не нравится. Ну да, выглядит как офигенно безопасное место. Интересно, когда же этот спутник уже снимут со здания? Он ведь не взорвется, да? А никто не знает. Так, стопэ. Так как зона больше не оцеплена, я полагаю, что опасности нет. Или людей просто не предупредили, чтобы не вызывать панику. Сейчас оттоку взрывают Акихабару своими поисками дадзиньси, ограниченных изданий игр, электроники или каких-нибудь компьютерных компонентов. Дадзиньси? Созданная фанатами любительская манга, которая часто, но не всегда предназначена для взрослых. Они продаются на специальных дадзиньси событиях, самыми большими из которых является проводящийся два раза в год комик Гигамаркет, известный фанатам как Кумима. Предназначена для взрослых это имеется ввиду там суровые темы или это порнуха? Это или дадзиньси, это просто любительская манга. Ладно, не суть, важно. Понятно, это как бы своеобразное, своеобразное только для своих, я понял. То, что творится перед радио Кайкан, необычно для Акихабара. Обычно здесь достаточно тихо. Что же насчет вчерашних событий? Наверное, мне нужно сходить к врачу. Второе, порево. Любительское порево. Я понял, шикарно. Спасибо, спасибо. Может, я уже стал одним из тех, кто не может отличить правду от иллюзий. Обдумывая это, я увидел впереди девушку с серьезным выражением лица. Она держала телефон на уровне глаз. Так, с серьезным выражением лица. Она что, сфотографировала меня, что ли? Она фотографировала. Объектив был явно направлен на меня. И я пытаюсь закрыть лицо рукой, но не успеваю. Чтобы убедиться, что я знаю ее, я поворачиваю голову, но не узнаю ее. Так, она не разговаривает со мной и смотрит на телефон. Она проверяет экран на телефоне. Потом она поворачивается ко мне спиной, поднимает телефон к глазам и нацеливает объектив на другого пешехода. Может, она делает это просто так? Я все-таки должен сказать хоть что-то. Я, преследуемая организация, человек. Не могу позволить таким данным, как мое изображение попасть в чужие руки. Мир опасное место. И не хочу быть обвиненным в том, чего не делал. Э, стой, стой, стой! Так. Леди. Ее зовут Леди. Она не обернулась. Она так сильно занята фотографированием, что не слышит мой голос? Или она не понимает мой великолепный английский? Эй, 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 ты с телефоном! Подожди! Ну подожди, побожди чутка, пожалуйста! Так. Она смотрит на меня, типа... Типа, чужой очков. Наконец, заметив меня, она оборачивается. Как и раньше, она нацеливает объектив телефона на меня. Она сфоткала... Э, 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 стой! Без фоток! Ты работаешь на организацию? Леди, которая меня сфотографировала, опять не разговаривает со мной. Она полностью проигнорировала мое замечание. И снова оставилась в экран телефона. Я... Я хочу знать, ты работаешь на организацию? Если она ответит да, я использую хитрый метод борьбы с ней. Не думай, что я сдамся без драки. Возможно, и шпион организации она теперь. Ха-ха. Я... Ошибся? Вероятно, не шпион организации. У нее меняется. Меняется описание ее. Я должен предупредить вас. Если организация узнает о том, что у вас есть мои фотографии, вам могут навредить. И поэтому вы должны их немедленно удалить. Она продолжает. Она вообще слушает меня? Так, как мы ее читаем? Она у нас нейтральная, холодненькая, вся такая, типа, очень много АФК-шет. Наверное, практически так, как Кури с Эмакисом. Ну, то есть, как бы... Это как подходить к рандомным людям на улице и спрашивать, вы случайно не ФСБ-шник? Да, и ФСБ-шник такой... Да, Кунь, да, я в ФСБ работаю, да, за вами слежу, да, 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 на секретном задании, да, да, спасибо, что поинтересовались, да. Или не, подходишь к ФСБ-шникам, он такой... Нет, нет, я не на... Я не ФСБ, нет, я... Да, какое секретное задание, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет. Блин, у меня аж голос совсем уже умирает. А. Так, так, холодные тона и безразличные подойдут. Думаю, да. И... Извините. Она сказала, это очень тихо о тихо неплохо я сделала вам неприятно затем она слегка опускает подбородок я не могу понять кивнула она или нет потому что она постоянно смотрит вниз я я я хочу чтобы удалили фотографии леди которая не собирается удалять фотографии я делала фотографии окружения с невероятной скоростью она нажимает кнопки на своем телефоне это действие очень контрастирует с ее манерой говорить фотографии окружения вы турист или она просто зевака пришедшая посмотреть на спутник кстати кстати дорогие друзья если вдруг вы решите по путешествовать да она же туриста если вы вдруг решите путешествовать не помню по по японии тоже помните что пропускают одного мужчину и 9 самок и 9 самок да вот такая вот квота через границу поэтому если вы женщина вам очень легко попасть не понял вот если вы мужчина то вы в японию скорее всего не попадете потому что чтобы поддерживать соотношение один мужик девяти теткам надо впускать не всех подряд да надо впускать только один к девяти ну вы понимаете да это очи это очевидный факт вдруг если кто сомневался или она просто зевака пришедшая посмотреть на спутник если на турист то почему она не делает фотографии себя смотря вниз она качает головой доказательства где я была сегодня так очень странная личность странная то есть кирю мой к так теперь изуют кирю мой к кирю кирю моем ориентару принтера так я уже я уже сюда смотрю идут я взяла чудо имя она так представилась меняет не очень-то заботит я просто хочу чтобы она удалила фотки я хочу кое-что спросить можно перед этим фото о городской легенде аки хабары вы ее знаете городская легенда аки хабары о чем это она может она имеет ввиду слухи об ужасном и сумасшедшим гении ученым или она хочет узнать об убийцах которые охотятся за этим ученым черт я уже давно тут стою и похоже мне пора идти мне нравится гулять по к паке хабаре поэтому я поэтому я задержался а как это она так как разговаривается призрак ретро компьютер ретро компьютер она ответила на этот вопрос легким кивком полагаю он где-то здесь в аки хабаре правда это не имеет отношения к сумасшедшему ученому я чувствую разочарование и облегчение одновременно легенда о старом компьютере первый раз об этом слышу под ретро к под ретро компьютером ты имеешь ввиду 98 и сказал первое что пришло в голову но я думаю она имеет ввиду другое она слегка качает головой по крайней мере так это выглядит нет это сказав это она показывает мне экран своего телефона на экране завыражен странного вида компьютер я даже знаю что это это айбн вот этот самый который нужен для путешествий во времени который нужен джону тайтеру меня не проведешь хапа детектив наносит ответный удар то есть он похож на компьютер и он точно не из нового поколения компьютеров кажется я где-то его видел айбн 5 1 0 0 айбн 5 1 0 0 его искал джон тайтер да кажется ее пальцы немного вздрогнули вы видели его нет я лишь знаю название я лишь знаю название это просто случайность или быть может это выбор врат штейна вы знаете кого-нибудь кто знает больше наверное дару что-то знает об этом так он моя правая рука и супер хака который способен взломать главный сервер ми 6 и я преувеличил говоря про ми 6 если он взломает их сервер нас заберут люди в черных костюмах но он действительно супер хака глубина его познания в компьютерной среде огромна кстати говоря он ведь ждет меня в мэйквин плюс не ан-2 я не должен тратить время на разговоры леди мне нужно идти постарайтесь воздержаться от этой импровизированной конференции ха 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 паня сказав это и я попытался уйти но она схватила меня за одежду так импровизированная конференция это очень сильно мне очень нравится во время новостных репортажей вызывающие высокий интерес общественности репортеры иногда фокусируются на лицах представляющих интересы засыпая их вопросами влезая в их жизни и даже вылавливая их рядом с собственными домами эти действия являются серьезным вторжением в личную жизнь и могут оказать сильное психологическое и эмоциональное давление на цель импровизированная конференция хорошо вы хорошо ребят вот в россии у нас есть хорошее слово докапываться есть еще матный его аналог очень очень вот эмоциональный красочно описывающий ми-6 в великобритании правительственная организация ответственная за разведывание развить разведывательные операции за границей ми-6 расшифроваться как military intelligence section 6 военная разведка отдел 6 однако ее официальное название секрет интеллигенс сервис сис понятно японская серия пк раздавая продаваемая с середины 1980 до середины 1990 он продавался так хорошо что в какой-то момент его назвали национальным компьютером понятно сказав это я попытался уйти но она схватила меня за одежду что ты что ты делаешь дай мне email адрес так для для какой цели супер хаки так похоже она хочет поговорить с дару зря я упомянул его в разговоре сейчас я иду к дару так что я могу взять ее с собой хотя нет возможно это ловушка она может быть шпионом потеря дару означает потеря ценного сотрудника и у меня останется только майори чьи навыки ограничиваются дизайном дизайном костюмов нет я не могу потерять дару я освободился и быстро пошел прочь я кинул взгляд за спину она все стоит там стоит печалится пригорюнилась она следует за мной а нет она идет за мной что за дела я пытаюсь убежать но она все еще рядом хватит идти за мной я повернулся к ней она проигнорила мои слова и зачем-то показывает мне экран своего телефона на экране изображен я с глупым выражением лица ты еще не удалила это если скажешь емейл удалю шантаж значит да кто же ты показывая свою истинную сущность я смотрю на нее это не производит на нее никакого эффекта потому что она смотрит вниз я наколеблется в нерешительности подрабатываю варка реврай реврай что это издательство здесь в окехабаре она работает эта мрачная и бормочущая леди на мой взгляд не под не подходит для работы ты хочешь использовать мое фото портрет сумасшедшего ученого скрывающегося в окехабаре если организация узнает и увидит это то раскроет мою лабораторию убежище и окехабара утонет в море крови черт такой исход не допустим ну ничего не поделаешь придется договориться если у нее останется мое фото она может использовать его для чего нибудь что я не одобрю я ввел свой email адрес в свой телефон свой телефон и показал его посмотрев на мой телефон она скопировала мой адрес с удивительной скоростью так быстро даже я не могу вот так вот так эта девушка эспер так кто такие кто такие эсперы общее название людей обладающих сверхъестественными способностями самыми распространенными являются телепатия телекинез и предвидения хотя существуют и более экзотические способности ходят слухи что некоторые эсперы обладают способностью перестраивать реальность благодаря лишь силе воли происходит от термина ESP что означает экстрасенсорное восприятие понятно ясно я назову ее способность сверкающий палец отличная способность поможет в жизни сразу очень сильно хочется пошутить про диптроут но просто не буду просто не буду этого делать ребята это слишком слишком было бы просто грязно про эсперов современности вот так что не буду так что не буду можете сами додумать шутку для себя оставлю это вот на вашей на вашей безусловно совести если она если она ведет сообщение сообщение 255 проклятых символов за одну минуту получатель умрет это он придумал ее это он придумал ее суперспособность на копирование адреса у него шло около 5 секунд имя воин ким сумасшедший ученый как это пишется Ху, как Феникс. Ин, как храм. Кю, как жестокость. Ма, как истина. Ха? Ху, как Феникс. Ин, как храм. Кю, как жестокость. Ма, истина. Я повторил объяснение. Из этих частей состоит моё настоящее имя. Объяснение части Ин заняло бы много времени, поэтому я оставил это так с задачным видом она добавляет мое имя список с адресами вот так так тело что что это за чепуха ты издеваешься над моим именем хоуин кио ма хоуин кио ма сейчас он сдастся явно как-нибудь она склонила голову похоже это следует считать извинением дай мне свой телефон я напишу его правильно она аж прям шоке была когда я попросил телефон агате и телефон от ее душа леди мотает головой хватает телефон двумя руками словно защищая его от меня она выглядит как ребенок который не хочет расставаться с игрушкой короче она не даст свой телефон мне такая реакция на мою идею заставляет меня чувствовать себя отвергнутым это меня немного расстроило теперь я должен узнать ее адрес и отправить на него пустое сообщение она уже говорила мне свое имя но я забыл его поэтому я записал ее как сверкающий палец так мы молча спыримся друг на друга черт почему я стою ничего не делаю я должен отправить ей сообщение не думаю что нужно что-то писать и нет нужды давать ей мое настоящее имя я приготовил пустое сообщение для сверкающего пальца так сверкающий палец отправить письмо так она получила письмо кажется она хмурится глядя в телефон потом она бросает на меня взгляд ее глаза как будто говорят быстрее отсылай я немного колеблюсь не уверен что давайте мое настоящее имя на мое настоящее имя хорошая идея но она не даст мне уйти пока я не отошли ей сообщение она очень хороша в преследовании похоже мне придется его отправить готова после этого она куда-то убежала добро пожаловать хозяин господи это прям прям даже жутковато немного что ли я вошел в мэй queen плюс нян квадрат меня встретили две улыбающиеся горничные с кошачьими ушками у майюри здесь а это окарин так одна из них майюри а лол это вот это майюри обосы меня господь я только сейчас понял по этим голубо желтым глазам понятно лол вот это поворот вот так но здесь ее зовут майюши нян нян я прихожу сюда два раза в месяц не думаю что меня что что меня можно назвать завсегдатаем два раза в месяц да это очень завсегдатский кстати никогда не был в других мэйд кафе окарин окарин добро пожаловать вновь поклонившись майюри вдруг охнула будто она о чем-то подумала эй-эй окарин майюши кое-что поняла можно соединить окарин и окайри добро пожаловать и сказать окайрин понятно поняла поняла действительно сына понимание это то что к тебе пришло что за глупость так это фейрис так кема я тебя так заждалась дня понятно вот это вот совсем вообще вот это вот это в ронг прям очень в ронг ребята что значит заждалась это ты вы еще типа создаете у человека ощущение что типа мол его тут ждут прям очень ужасно это прям очень давит так другая горничная фейрис нян нян назвавшая меня настоящим именем атакует меня комбинации из пронизительного взгляда и кошачьих жестов она номер один среди горничных мэй квин нян квадрате фейрис кажется моложе майюри но они примерно одного возраста то есть моложе но одного возраста я понял так даруня тоже здесь он ждет кого-то не господи причина по которой дару приходит в это кафе посмотреть на фейрис понятно дару относится к виду извращенцев которые посещая блок фейрис и просматривая там фото бубнят ты такая милая фейрис я просил его выбрать между 2d и 3d но он но он меня даже не слушал что касается меня я не люблю контактировать с ней так новое письмо письмо давайте посмотрим ну давай так от рукака пришло письмо отец не хочет учить меня как быть жрецом он продолжает говорить что его хватит еще на 30 лет работы так что ему не нужна моя помощь хотя это не объясняет почему он пытается обучить меня церемонийному танцу мику ps я сделал 10 дремяшных взмахов сами дары подожди стой он каждый раз он каждый раз после ps добавляет сколько взмахов сами дары сделал вот так там где тебя ждут и бабосики не грех оставить так из-за этого я не смог сделать больше трех тренировочных взмахов сами дары я сделал 10 дремяшных взмахов сами дары так церемониальному танцу мика да надо ответить сразу церемонии церемониальный танец мику но согласно легенде амано его то это значит это значит нет не говори мне что твой отец намеревается открыть врата еще слишком рано что так давайте я давайте я поясню давайте я поясню для тугих что здесь происходит я бы я поясню ребят рукаку мальчик которого переодевают в девочку до руках как а то мальчик которые переодевают в девочку отец не хочет у меня он работает в храме в храме отец не хочет учить меня как быть жрецом он продолжает говорить что его хватит еще на 30 лет работы отец не хочет чтобы тот работал говорит что сам 30 лет еще все потянет так что ему не нужна моя помощь хотя это не объясняет почему он пытается обучить меня церемониально церемониальному танцу мику то есть он обучает его церемониальному танцу жрец жрец на полном серьезе то женский женщин жрец в храме в то время как не хочет чтобы тот работал пост скриптом я сделал 10 тренировочных замок сами сами дара следующее письмо следующее что какой какой пишу я ему ответ церемониальный танец мику но согласно легенде ома но и вата это значит нет не говори мне что твой отец намеревается открыть врата еще слишком рано все понятно все понятно все пони я взял понял отправить ребята править я тоже считаю что слишком рано открывать врата слишком рано ребят так мы ответили дождите а входящий я вот на это ответил а понятно это просто не найти я не отвечал ладно хорошо что касается меня и я не люблю контактировать с ней так от отвали телефон так это потому что у меня такое чувство словно я не могу победить ее в противостоянии а какое противостояние ты выняшиваешь планы свержения организации не выняшиваешь выняшивание это отлично да это это так феррис хочет присоединиться не господи вашему это ужасно нельзя у организации специальное оружие против гурничных с кошачьими ушами это не правда у феррис есть секретная техника и она сможет постоять за себя не хожу что ты все-таки овладела этой техникой да не попасть на путешествие за знаниями к гвиан скому плоскогорью пережив смерть учителя феррис овладела этой тех техникой господи какая жуть вообще какого учителя некоторое время на назад я рассказал феррис об организации сообщил ей свое настоящее имя она увлеклась этим больше чем я и каждый раз как мы встречаемся докладывает мне обо всем кстати я в первый раз слышу о секретной технике итак феррис хочет чтобы ты разрешил феррис принять участие в духовном круге не ух похоже феррис сильно возбужден в возбуждение если он продолжил говорить я потеряю минут 30 ты хочешь пойти в священное светилище ты не можешь и неважно сколько секретных денег техник ты выучишь тебе слишком рано идти туда расплакалась но но ты обещал дня ты не выполнишь обещание не а кстати старший брат феррис здесь он выбьет из тебя все говно урод старший брат феррис здесь это кто нет его здесь нет и что еще за духовный круг феррис смотрит на меня глазами полными слез даже если бы я знал о чем она говорит это все равно застало бы меня врасплох когда я говорю с ней мне трудно возразить ей и мой разум перестает работать она всегда ведет разговор а мне всегда приходится слушать ее бред это и есть предел после которого шутка перестает быть шуткой между тем что говорю я и тем что говорит феррис есть одна принципиальная разница я говорю лишь правду о росказне феррис не что иное как придуманный бред я всегда подыгрываю ей вот почему я не могу победить в нашем противостоянии понятно она просто лучший рассказчик чем ты ом я не очень поняла но можно мою же тоже пойдет светилище а беспечная девочка тоже здесь ситуация выходит из-под контроля впрочем к этому все и шло я должен закончить этот разговор сейчас же нельзя разговор окончен так не честно кема короче всех раздосадовал верно плохо не разрешать майюши и фейристиан пойти с тобой кто такая фейристиан фейристиан это фейристиан верно как господи не общаться верно майюри и фейрис улыбаются глядя друг на друга она имеет ввиду фейрис может фейрис это ее настоящее имя а я все это время не знал об этом это выводит из себя фейрис слишком трудное имя для майюши поэтому я называю ее фейристиан смысле как это понять трудное имя ты называешь ее еще более полным а так а и всего то так делают в школе для девочек мне это нравится не подождите а в чем изменение может я его просто не перевели или что понятно пора выдвигаться до свидетель спасибо до свидания поторопись и покажи мне столик сколько можно ждать не ха ха извини ня один момент хозяин ня господи это ужасно майюши аст я оставляю это тебе нян нян господи это просто меня коробит аж прям я приобрести я старый старый солдат мне двадцать сколько восемнадцатый год значит 28 лет 228 лет я вот играю вот вот в это где девочки общаются нян нян это ужасно окей оставь это мне нян нян использовать ня и нян это правило для горничных в мэй квин плюс нян квадрат у них типа нян квадрат у них два нян поэтому них нян квадрат у тебя проблема нян нян нет у меня судя по всему судя по всему только у меня майюри схватила меня за руку и повела меня к столику только майюши майюши нян нян так ведет так ведет покупателей к столику возможно такое поведение делает ее второй по популярности горничные в этом кафе я сел за столик дару столики были заняты на 60 процентов мэй квин плюс нян квадрат удерживать позицию главного кафе с горничными в акибе в акибе наверное правильно в смысле я так с бортишками общаюсь что ты что-то имеешь против простите это культовая игра чувак ты просто слишком нубас и быдло я понял хорошо учитывая во что одеты фейрис и другие это скорее косплей кафе кроме того кошачьи ушки это нян нянский диалект делает его менее доступным для низкоуровневых отаку и новичков с другой стороны те же кошачьи ушки являются предметом бурной дискуссии среди твердолобых фанатов мэйд кафе горничная с кошачьими ушками это не горничная кошачью кошачьи ушки плюс горничная равно дважды муэ эти взгляды полностью противоположны это заведение одно из старейших в акихабаре но она оставляет простое и понятное впечатление из-за низкого воздействия сми кстати это мнение дару он так часто говорил об этом что я невольно все запомнил дару кун а карин здесь ня так о господи дару огромный такой просто мордоворот ты опоздал сказал дару сидевший впереди от меня и смотревший в другую сторону по кислому выражению лица можно сказать что он расстроен расскажи мне о чем вы с фейрис говорили ты действительно хочешь знать это не то что ты сможешь понять черт даже я не понимаю большую часть всего разговора к тому же этот разговор был из разряда фантазий так а опять ваши обычные разговоры да разговор между фейрис и о карином это то что обычный отаку не способен понять будто вокруг вас двоих есть какая-то аура понятно понятно он древнует ты создал с ней отдельную реальность я никогда не прощу тебе этого понятно почитаем про отдельную реальность тип магии при котором тот кто его использует перезаписывает мир карманным мир карманным измерением основанным на его или ее эмоциональном опыте часто используется в обычном разговоре когда речь идет о парочке заигрывающий в общественных местах погруженный в свой собственный мир их не волнуют те неудобства которые не причиняют другим понятно я понял понятно это похоже на то что фейрис тян заинтересована а карином ня спасибо ты помогаешь из всех курничных и хозяинов ня приходящих сюда только а карин может поддерживать разговор с фейрис тян ня но даже я не могу долго поддерживать этот разговор ха 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 господи я так завидую а карину везучий ублюдок мне неинтересно эта лживая женщина это ты это ты сейчас так решил эй заткнись ты ублюдок твои два даже на два ди жены плачут ухх ухх ты ранил меня в самое сердце он действительно расстроился по моему дару схватился за грудь и ненатурально упал на стол Я сделал глоток воды из стакана, который принесла Майори. Хозяин, могу я принять ваш заказ, ня? Так. Омлет с рисом и чёрный кофе. Хорошо, нян-нян. Отлично, я понял, всё шикарно. Как размер влияет на то, что Хапа потратил один час на разговор с чатом о теории Суперструн? Я не тратил часы на теорию Суперструн. Иди в пепу. Так, получив заказ, Майория, ловко огибая столы, начала пробираться к стойке. Во-первых, во-вторых, почему нет? Надеюсь, она не налетит на кого-нибудь. Так что там у тебя за дело? Почему Итару? Меня как-то колбаснуло, что ли? Всё, подождите. Почему Дару и Тару? Ладно, у меня как-то колбас. Это, видимо, опять игра с этими. Так что там у тебя за дело? Всё ещё лёжа на столе, спросил Дару. А, да. После сверкающего пальца этих горничных я совсем забыл, зачем пришёл сюда. Так. Я собирался пойти в лабораторию через час. Хашида Итару, не к Дару. Ну, так почему он его всё время Дару называл теперь Итару? Или меня колбасит. Наверное, меня колбасит. Я собирался пойти в лабораторию через час. Я хочу поговорить с тобой кое о чём. Я опираюсь на стол и оглядываюсь по сторонам. Ты ведь знаешь, кто такой Джон Тайтер, верно? Джо... Джон Тайтер? Кто? Самопровозглашённый путешественник во времени, появившийся в Америке 10 лет назад. Я говорил с тобой о нём. Опять придумываешь, Акарин? Не придумываю я. Это абсолютная правда. Как же это раздражает. Хорошо. Думаю, я смогу подыграть. Так откуда взялся этот парень из будущего? Почему ты говоришь так, будто слышишь о нём в первый раз? Потому что так и есть. Может, ты просто забыл? Но вряд ли. Книги о нём были выпущены в Японии. Если покажешь их мне, может, я и вспомню. Ты действительно ничего не знаешь о нём? В отличие от цифровой памяти, память людей очень не точна. Хм, это очень странно. Я бы даже назвал это ненормальным. Когда я был в старших классах, я говорил с Дару о Джонни Тайтере. Но это был обычный трёп, так что я бы не удивился, если бы он забыл. Он интернет-наркоман. Интернет даёт вам ту информацию, в которой вы заинтересованы. И я не знаю, искал ли Дару информацию о Джонни Тайтере. Если Дару говорит, что первый раз слышит о Тайтере, значит, он никогда не искал информацию о нём в интернете. Моя память врёт или память всех остальных? А что насчёт IBM 5100? Ты знаешь этот компьютер, Окарин? Неплохо. Ты знаешь о нём? Эту модель выпустила в 1975 году корпорация IBM. Верно, то же самое писал Тайтер на A-Channel. Поэтому сначала он отправился в 1975, взял IBM 5100 и переместился в 1998. И какой же это компьютер? Охрененно дорогой. Он был настолько дорогим, что обычные люди не могли его купить. Это очень печально, потому что на то время это был отличный компьютер, и IBM установила туда несколько необычных штук. Музыку погромче, плиз. Сейчас, секунду. Так, где у нас музыка-то? Сделал музыку погромче. Так, нормально? Серия IBM 5100, выпущенная в 1981, была более популярной, чем IBM 5100. Всё, что я знаю об IBM 5100, это информация с Вики. Ты слышал городскую легенду о том, что один из них в Акибе? Да, да, я слышал. Об этом стали говорить около месяца назад в сети. Несколько добровольцев сей-ченнел искали его в Акихабаре. Моя подруга с Фрепара, сестра Мухоловка, координировала этот поиск. Даже быстрый, словно молния, рыцарь Харт участвовал, но они всё равно не смогли найти его. Значит, эта легенда всего лишь слух, да? Я не знаю, в Акибе полно подпольных магазинов, так что он может быть в одном из них. Ммм, понятно. Так, мой телефон начал уберечься, сдавай звук. Есть новое письмо. Так. Так, давайте посмотрим, что за письмо. Сверкающий палец. Сверкающий палец написал о сообщении. Ты только точно ответь, ты ведь не забудешь, правда? Буду ждать. И, если можно, я была бы суперсчастлива, если бы ты дал мне e-mail своего друга крутого хакера. Я ещё напишу тебе. Всё ведь нормально, да? Конечно же. Пока. Маяка. Так, подожди, что за вложение? Так, сейчас, подождите, пожалуйста. Открыть вложение. Ага, это вот как раз-таки оно. Так, сейчас, подождите, пожалуйста, я... Так, типс-лист. Так. Популярная социальная сеть, разработанная с целью облегчить связь между пользователями. Короче, ВКонтакте. Основная система для создания и составления гипертекстовых документов на веб-сервере. Понятно. Понятно. Короче... Короче, Википедия. Не Мэка, а Моника. Короче... Так. Что с этим письмом? Странное время. Может, это письмо от сверкающего пальца? Ну, это точно письмо от сверкающего пальца. Мы недавно обменялись адресами, но я уже знаю её повадки. Наверное, надо проверить почту. Я говорил с Дару об IBM 5100, так что, наверное, нужно ей ответить. Но должен ли я отвечать женщине, которую я только что встретил? Я, Хоуин Кюма, принимаю людей всерьёз. У меня полно времени подумать о том, как поступить лучше. Я не уверен, можно ли ей доверять. Но, по крайней мере, я должен дать ей достойный ответ. Я не знаю, работает ли она на организацию. Но я всё равно должен рассказать ей о том, что услышал от Дару. Чтобы пустить её по ложному пути, конечно же... Ма-ха-ха-ха! Так, сейчас, секундочку. Сейчас я проигнорирую это. Да, в этом действии есть доброта. Так. Прости, что я заставил ждать Дару. Сейчас я должен кое в чём убедиться. Ещё раз осмотревшись, я пододвинулся к Дару. С помощью IBM 5100 можно уничтожить мир, да? Почему? Нельзя с его помощью уничтожить мир, дружище. Так. Сейчас, подожди, Феррис влетела. Сейчас, подождите, отдайте-ка я в настройках покопаюсь. Потому что, честно говоря, мне очень раздражает, с какой скоростью разворачивается текст. Это просто полный. Message Speed. Auto Mode Speed. У меня просто морозит то, с какой скоростью всю игру розетт. Текст разворачивается. Teams Information On. Skip Release от Fallen Trigger. Не, не надо. Нормально. Skip Mode to Read On. Здесь ничего такого нету. Sync Voice, Skip Voice. Короче, боль полная. Вы видите, как медленно разворачивается текст. Это офигенно мешает читать, на самом деле. Потому что, как правило, чтобы читать нормально, надо всё сразу видеть. Так, Феррис влезает. Что? Ты собираешься уничтожить мир? Ня? Феррис принесла омлет с рисом. Как она красиво двигается. Она делает свои кошачьи трюки, держит на одной руке под нос и как-то умудряется сохранять баланс. Несмотря на её нян-нянские глупости, Феррис является непревзойдённым профессионалом. Хозяин, простите за задержку, нян-нян. Вот ваш омлет с рисом, ня. Поставив омлет на стол, она достаёт из кармана полную бутылку с кетчупом. Так, и пишет кетчупом на омлете, мир в опасности. Ха-ха, окей. Очень стильно. Насладитесь своей едой перед концом света. Так. Ха-ха, господи. О-о-о, мир в опасности рулит. Ферристян, ты это так мило написала, что я сам в опасности. Дару теряет самоконтроль. Синквойс отключи. А, синквойс отключи. Сейчас попробуем. Конфиг. Синквойс он. О. Попробуем, попробуем. Дару теряет самоконтроль. Я пытаюсь успокоить его взглядом, но безрезультатно. Дном своей ложки я стёр надпись. А-а-а, такая утрата. Что значит утрата? Я бы и так это съел. Дару нян, Дару нян. Я сказал тебе о кубке Феррис, ня? Да, конечно, я тоже участвую. Кубок Феррис? Что это? Спросил я, поедая омлет. В следующее воскресенье в этом кафе Феррис устраивает соревнование по Райнет-ня. Феррис в приподнятом настроении. Надеюсь, она не будет прыгать от радости. Не будет прыгать от радости, здесь же люди едят. Феррис организовывает и координирует это. Так что можешь не зовать меня главной, ня? Понятно. Господи, не зовать. Ты тоже приходи, Кёма. Напитки включены, вход стоит всего 1000 йен. Приз, это домашняя еда Феррис, ня? Господи, в этом есть что-то такое фетишисткое, что прям, прям, прям безумие какое-то. Нет, нет. А Карин ничего не знает о Райнет. Ня? Ну это интересно. Не, спасибо. Я пристал есть омлет и сделал маленький вздох. Райнет, да. Я помню того человека, который был чемпионом. Прошло уже два года с тех пор. Не, ничего. Забудь об этом. Ня-ня? Ты говорил так серьезно? Кто тот человек, ня? Возможно, его не существует. Райнет официально начался только год назад. Да, он, короче, меня подловил. Короче, понятно. Мейт-треугольник. Вот что происходит. Так. Кема, ты не можешь забыть того человека, ня? А? Я помню того тебя и того человека. Вы с моим братом были в хороших отношениях. Перис даже завидует, ня. С братом? Кх, черт. Она опять украла мою историю. Я не говорил, что тот человек брат Фейрис. Черт. Я даже не знаю, есть ли у нее братья или сестры. Я не должен говорить так рядом с ней. Короче, Фейрис знает слишком много. Мне кажется, что Фейрис вообще... Тоже Джон Титер. Но настало время отпустить прошлое, ня. Ее крик разносится по кафе, и она указывает пальцем на меня. Так, понятно. Даже если это болезненно. Нет. Потому что это болезненно. Я выполнила предсмертное желание брата и стала участвовать в Райнет. Ня. Ты помнишь, ня? Слова, которые говорил брат. Принесем покой в мир с помощью Райне. Так. Фейрис, принеси мне кофе. Ня-ня. Я передал ей тарелку, из которой ел. У меня есть привычка быстро есть. Я приобрел ее за долгие годы преследования организации. Вот почему слоу-фуд мне не нравится. Понятно, хозяин ня. Скоро буду, ня. Теня это просто лол. Фейрис взяла тарелку и пошла к стойке, попутно говоря нян-нян. Ах, если бы этот разговор продолжился, то мне бы пришлось подыгрывать ее фантазиям больше десяти минут. Фейрис Тян, Райне Тер, высшего уровня. Дару объясняет мне это с небольшой улыбкой на лице. Она участвовала в четырехстах неофициальных битвах и ни разу не проиграла. Она что, Риксон Грейси? Дару проигнорировал меня. Кто такой Риксон Грейси, я даже не знаю. Но мне... Ой, так, это бэкспейс. Но мне надо... Где моя мышка-то? Её просто-то. Типс-лист. Так, слоу-фуд. Еда, для приготовления и употребления которой нужно потратить достаточно количество времени, используя против... Используется противовес фастфуду. Понятно. Странно, что Фейрис Тян не участвует в официальных турнирах. Если она будет участвовать, то точно победит. Тогда почему она не участвует? Фейрис? Фейрис в первую очередь думает о клиентах. Она говорит что-то вроде, если у кафе будут проблемы, то я не буду участвовать. Она образец горничный. И ещё она должна ходить в школу. Ну вот же шок, они все школьники. Но ведь она организовывает кубок Фейрис, верно? Это не имеет никакого значения. Опять надулся. Получено письмо. Так, Рукако. Сейчас будет опять 25. Понятно. Рукако... Рукако просто недоволен... Недоволен моим исходящим. Рукако просто совсем, совсем, совсем ничего не одупляет. Отец хочет открыть врата Рукако. Но... Мы даже не можем Рукако ответить, поэтому... Где интернет? Меня не пускают в интернет. Фейрис милая, милая и справедливая. Горничные с кошачьими ушками очень сексуальны. Вот что имеет значение. Ооо, да, Руэд, конечно... Нельзя такое говорить. Так, ты за 2D или 3D? Реши уже. Удвоенное измерение. Удвоенный фан. Понятно. Очень понятно, Дару. Да уж. Извини. Дару обычно не проявляет мотивацию. Но в таких случаях он очень импульсивен. Дару как бы не 2D и не 3D. Дару как бы оппортунист. Кто ему сейчас в данный момент времени больше дает? Конечно же, духовного спокойствия имеется в виду. Да? Духовной сатисфакции. Тот и нужен. Все очень просто. Короче, Дару... Дару технически 2D, 3D потаскуха. Понимаете, да? Оппортунист. Оппортунист. Он потаскун. Его интересуют и 2D, и 3D. Он не может выбрать... Он не может быть целомудренным в этом вопросе. В общем, потаскун, Рилли. Так. Я очень хочу, чтобы он реализовал свой энтузиазм в лаборатории. Ой, есть новое письмо. Иди сюда. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова